Значит, мы с вами начинаем изучение геометрии. Первая наша сегодняшняя тема – это угол, расстояние и треугольники тоже возьмем. Ну, для начала, что такое угол? Угол – это два луча, которые исходят из одной точки. То есть вот есть у нас точка, и исходят два луча. Если кто не знает, луч – это прямая, которая ограничена с одной стороны. То есть имеет начало, но не имеет конца. Вот это вот значение – это угол, обычно обозначается греческими буквами – альфа, бета, гамма и так далее. Или также может обозначаться через заглавные латинские буквы – А, Б, С, допустим, угол. Или через какое-то число, например, угол один также можем назвать. То есть это тот же угол. Значит, какие углы у нас бывают? Первое, то, что вы должны запомнить, углы бывают острые, где альфа меньше, чем 90 градусов. Если кто-то не знает, углы измеряются в градусах, также измеряются в радианах. Но мы сейчас тут чуть больше будем говорить о градусах. То есть если угловое значение, градусное значение угла меньше, чем 90 градусов, такой угол обычно называют острым. Если угол равняется 90 градусов, он называется прямым и обозначается вот таким значком, то, что это прямой угол. Альфа тут равняется 90, угол называется прямой. Также у нас есть тупой угол, градусная мера которого больше, чем 90 градусов. То есть альфа больше, чем 90. Такой угол называется тупой. И четвертый тип угла, многие его всегда забывают, это развернутый угол. Значение такого угла 180 градусов. Это развернутый. Что еще необходимо вам запомнить? Углы между собой бывают смежные и вертикальные. Первая наша тема – это как раз смежные углы. Вот пример смежных углов. Что такое смежные углы? Смежные углы – это два угла, которые имеют одну общую сторону. Допустим, это альфа, это бета, и у них есть общая сторона. И сразу дам свойства смежных углов. Их сумма равняется 180 градусам. То есть альфа плюс бета равняется 180 градусам. Допустим, вам дают задачу. Значит, даны смежные углы. Смежные углы относятся как, допустим, 3 к 2. То есть вот это значение, пусть будет 3х, вот это значение будет 2х. Используя свойства смежных углов, мы пишем то, что 3х плюс 2х равняется 180 градусам. И находим отсюда х. То есть 5х равняется 180. Отсюда х равняется 180 деленное на 5. То есть это будет 36 градусов. И затем мы находим наши углы. То есть альфа для того, чтобы найти 3х, то есть 3 умножаем на 36. Для того, чтобы найти бета, 2 умножаем на 36. И у нас, значит, получается 72 градуса и 108 градусов. Ну вот, элементарная задача. Также еще у нас углы бывают вертикальные. Они обычно получаются при пересечении двух прямых. То есть вот две прямые пересекаются. И вот эти вот углы называются вертикальными. То есть угол альфа и угол бета. Они вертикальны. Вертикальные углы обладают свойством то, что они между собой всегда равны. То есть альфа равняется бета. И сразу такую задачу вам покажу. Очень распространенная задача. Значит, пересекаются две прямые. В результате образуются, значит, 4 угла. И самый большой из них равняется, допустим, 120 градусов. Найдите остальные углы. Как это можно сделать? Во-первых, тут сразу же можем обозначить то, что угол альфа тоже 120 градусов. Потому что они вертикальные. Дальше, если мы посмотрим на альфа и бета, они смежные. Получается альфа плюс бета равняется 180 градусам. А альфа мы нашли уже 120 градусов. И осталось найти бета. Бета тогда, чтобы найти от 180, отнимаем 120. Это получается 60 градусов. Если у нас бета 60, то вот этот угол тоже 60. А вот этот тогда 120. Также не забывайте то, что если вы их все прибавите, это будет 360 градусов, потому что это как бы полный один круг. Идем дальше. Это то, что касается первой вашей темы. Угол, смежные углы и вертикальные углы. Это несложная тема. Я думаю, проблем тут не будет ни у кого. Дальше у вас идут параллельные прямые. Что такое параллельные прямые? Параллельные прямые – это прямые, которые не пересекаются. Из жизни пример – это рельсы поезда. Когда если кто-то ездил на поезде, вы замечаете то, что рельсы никогда не пересекаются. То есть они всегда параллельны друг к другу. Значит, две параллельные прямые – А и В. Для того, чтобы показать параллельность, используют такой знак – А параллельно В. Пересекаются третьей прямой с секущей. Вот это называется секущей. Она отсекает первую прямую и вторую прямую. В результате у нас получается 8 углов. Посмотрите, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эти вот углы, каждый из них имеет свое название. Давайте сначала начнем с накрестлежащих углов. Накрестлежащие углы, ну, тут название за себя говорит, они также бывают. Первые – это внутренние. Внутренние накрестлежащие углы – это угол 3 и угол 6. Угол 3, угол 6. Также угол 5 и угол 4. Угол 5, угол 4. Если вы посмотрите, они лежат по разные стороны. И второе – это внешние накрестлежащие углы. То есть есть внутренние, есть внешние. Внешние – это угол 1 и 8. И угол 7 и 2 тоже. Они лежат накрест. Также сразу свойства накрестлежащих углов, они равны между собой. То есть между ними можно поставить знак равенства. Это первый тип углов, накрестлежащие. Второй тип углов, давайте тут же запишем, это у нас получаются односторонние углы. Односторонние углы. Сразу скажу свойства. Сумма односторонних углов равняется 180 градусов. То есть это какие углы? Это углы, допустим, угол 3 и угол 5. То есть угол 3 плюс угол 5 будет равняться 180 градусам. Угол 4, угол 6 тоже будет равняться 180 градусам. И также если мы возьмем угол 8 и угол 2, это внешние односторонние углы, тоже 180 градусов. И угол 7 плюс угол 1 тоже 180 градусов. Вот вы можете посмотреть. Они по одну сторону. Их сумма равняется 180 градусам. И последний, третий тип. Давайте сбоку напишу. Третий тип углов. Это соответственные углы. Соответствующие их еще называют. Эти углы, к примеру, давайте возьмем угол 1 и угол 5. Угол 1 и угол 5. И сразу свойства говорю, они тоже между собой равны. Это угол 1, угол 5, угол 2, угол 6. То есть если вы посмотрите на рисунок, они идут вот так вот. В одну сторону, но пропуская соседний угол. Дальше угол 3 и угол 7. Угол 4 и угол 8. Это что касается углов. То есть при пересечении двух прямов секущей, третий секущей образуются вот такие вот углы. Свойства почему надо знать? Потому что попадаются задачи, допустим, смотрите. Значит, две параллельные прямые, А и Б, пересекаются с секущей. И в результате образуется угол, допустим, тут 120 градусов. А вот тут рисует специально такой рисунок. Перпендикуляр тут. И вот тут альфа. И говорят, найдите альфа. Вот это перпендикуляр, то есть прямой угол говорит о том, что вот этот угол сам, давайте его назовем бета, равняется 90 градусов. Так как я уже говорил, это знак 90 градусов. То есть у нас, во-первых, угол, давайте возьмем гамма, угол гамма и угол альфа плюс бета – это 120. Они внешние, накрест, лежащие углы, они между собой равны. Теперь вот этот вот угол гамма равняется сумме альфа и бета. Альфа мы должны найти. Для того, чтобы найти, от гамма надо отнять бета. Тогда у нас получается 120 минус 90 равняется 30. Ну или просто по чертежу тоже можно понять. Если тут 90, до 120 не хватает вот этого угла, значит, не хватает 30 градусов. Значит, вот эта альфа – это 30 градусов. Вот такие задачи у вас могут попасть. Это ваша вторая тема, которая называется параллельные прямые. Следующий – это чуть больший раздел. Это уже треугольники. Что такое треугольник? Треугольник – это три точки, не лежащие на одной прямой и соединенные между собой тремя отрезками. Это обязательно надо запомнить. Условие в том, что они не лежат на одной прямой. Потому что если три точки будут на одной прямой, вы не построите тут треугольник никак. Теперь треугольник состоит из трех сторон и из трех углов. Сумма внутренних углов треугольника, сразу скажу, это 180 градусов. То есть какие задания вам могут попасться? Допустим, один из углов треугольника равняется 70, второй угол в два раза меньше. То есть это получается уже 35. Вы должны сами посчитать. И найдите тогда третий угол. Как мы можем найти? Мы просто составляем уравнение. 70 плюс 35 плюс гамма равняется 180. И чтобы найти этот угол, надо от 180 отнять 70 плюс 35. Это получается 105. Отнимаем, тогда получается 75 градусов. То есть вот вы нашли какой-то угол треугольника. Третий угол. Такие задания могут попасться. Также могут попасться задания следующего типа. Допустим, вам дают стороны, отрезки дают 3, 4 и 7. И спрашивают, можно ли построить треугольник. 3, 5, 7 обычно дают. Давайте пятерку возьмем. Дело в том, что когда мы строим треугольник, у нас есть условие, то что каждая сторона треугольника должна быть меньше, чем сумма двух других сторон. То есть B тогда меньше, чем A плюс C. И C тогда меньше, чем A плюс B. И в то же время каждая сторона должна быть больше, чем их разность. Так, B минус C. Так. А минус C. И тут А минус B. Вот. Надо это запомнить. То есть каждая сторона меньше, чем сумма, но больше, чем разность. То есть для того, чтобы построить треугольник, вы проверяете это на условия. Например, тут берем 5. 5 должно быть меньше, чем 7 плюс 3. Ну, 7 плюс 3 – это 10, подходит. Но больше, чем 7 минус 3. 7 минус 3 – это 4, тоже подходит. Идем дальше. Берем 7 стороны. Меньше, чем 5 плюс 3. 5 плюс 3 – это 8, подходит. И больше, чем 5 минус 3, то есть 2, тоже подходит. И последняя сторона. 3 должно быть меньше, чем 5 плюс 7. Это 12, то есть подходит. И больше, чем 5, 7 минус 5. Это 2 тоже подходит. То есть все три условия соблюдены. Тогда можно построить треугольник из этих сторон. Ну, смотрите, если я тут, допустим, возьму не 3, а единицу. То есть давайте вот так вот оставим пока тройку. Единицу давайте возьмем. Единицу, если я подставлю, допустим, вот сюда, единица не будет больше, чем 2. Вот эта вот часть уже не подходит. 7 минус 5 – это 2. Получается 2 меньше, чем 1. Уже не подходит. Поэтому тут пусто. Нельзя построить треугольник, если у нас единица есть. А вот со сторонами 3, 5 и 7 можно построить. Вообще, что бывает? Какие задания бывают? Особенно вот на свойства вот этого, на условия. Вам дают, допустим, длины отрезков. Там 1 плюс А, 1 минус 2А. И, допустим, сторона третья 2. И спрашивают, можно ли построить треугольник, с этими отрезками. Что вы делаете? Вы должны записать то, что каждая сторона меньше, чем сумма двух других. То есть вот берем эту сторону, пишем меньше, чем сумма. Следующую сторону тоже пишем. Меньше, чем сумма двух других. И следующую тоже меньше, чем сумма. Сначала проверяем на сумму. Давайте упростим тут. Первое, если решите, наверху получится А. Меньше, чем единица, можно сократить 2. Следующее, если решить. Минус 2А минус А, это минус 3А. Меньше, чем единица, сокращаем 2. И следующее. А минус 2А, это получается минус А. Больше, чем сокращаем 0. И теперь приводим в нормальный вид. А меньше 2. А тут больше, чем минус 2 трети. Кто не знает или кто забыл, когда мы делим на отрицательное число, знак неравенства меняется. И А тут меньше 0. Потом вы рисуете. У вас получается следующее. А меньше 2, А больше минус 2 трети. И А меньше 0. Давайте нарисуем. Вот, допустим, 2. Идем в эту сторону. Минус 2 трети. Минус 2 трети. Идем в эту сторону. И А меньше 0. Идем в эту сторону. Вот у нас получается промежуток. А принадлежит от минус 2 трети до 0. Ну, также надо проверить тут на разность. Но на разность я проверять не стал, потому что тут очевидно, что будет именно вот этот отрезок. Ну, если кто-то хочет, можете проверить на разность. У вас все равно в ответе выйдет вот это выражение. То есть при А от минус 2 трети до 0 можно построить отрезок, можно построить треугольник с такими отрезками. Вот такой вот ответ у нас получается. Также дальше смотрим. Значит, у нас есть периметр треугольника. Периметр что такое? Это сумма длин всех сторон. То есть у вас есть А, Б и С. А периметр будет А плюс Б плюс С. Иногда вам дают такие задания. Например, одна сторона треугольника, х сантиметров. Вторая на 3 больше, то есть х плюс 3. Третья на 2 меньше, х минус 2. И найдите, пожалуйста, тут периметр. Не смущаемся то, что тут стоит х. Вы просто подставляете х плюс х плюс 3. Все стороны прибавляете. И упрощаете выражение. У вас получается 3х плюс 1. Вот такой ответ у вас получится. И все. Также тут есть некоторые элементы медиана, бисектрисы и высоты в данном разделе треугольники. Но мы подробно с ними позже чуть разберемся. Но пока что основное то, что вы должны запомнить. Медиана – это отрезок, который делит противоположную сторону пополам. То есть если тут всего было 10, станет 5, 5. Это медиана. Следующее. Бисектриса. Бисектриса – это отрезок, который исходит из угла и делит угол пополам. То есть вот этот угол – альфа, и вот этот тоже будет альфа. Это бисектриса. Следующее – это высота. Высота – это перпендикуляр. Что такое перпендикуляр? Это прямая, которая опускается под углом 90 градусов. То есть вот этот угол 90. Это называется высотой. То есть это перпендикуляр, опущенный на противоположную сторону. Какие задания бывают? Почему именно я это чуть-чуть заделал? Потому что у вас есть такой пример, где дают треугольник и говорят, медиана, проведенная к основанию треугольника, поделила треугольник на два треугольника, периметры которых 18 и 24. То есть вот провели медиану, и получается вот это вот 18 периметра, а вот это вот 24. Меньшая боковая сторона данного треугольника – 6. То есть вот это вот, допустим, давайте поменяем местами. Пусть вот это будет 6, тогда вот это будет 24, а вот это будет 18. И найдите его большую боковую сторону. Боковую сторону надо найти. Отлично. Значит, запоминаем. Если нам дали медиану, сразу понятно, что вот эти отрезки между собой равны. Давайте обозначим. А, Б, С. Вот это будет М. И у нас получается М, А равняется М, С. То есть вот эти стороны одинаковые. И исходится из того, что вам дали. То есть вам дали периметр треугольника М, А, Б. М, А, Б – это 24. То есть чего он состоит? Он состоит из М, А, плюс А, Б, плюс Б, М. Это у нас вот Б, М, М, А, А, Б. Это треугольник М, А, Б, у которого периметр 24. И также у нас есть треугольник Б, М, С, стороны которого Б, М, плюс М, С, плюс Б, С, периметр равняется 18. Теперь смотрите. Давайте тут мы сделаем следующее. Прибавим периметры. И слева, и справа у нас получится М, А, плюс Б, М, плюс А, Б, С, плюс Б, С. А с этой стороны у нас получается 2,42. 42 сантиметра. Теперь смотрите. Если вы к М, А прибавите М, С, это у вас будет сторона А, С. Вот она состоит из двух этих отрезков. То есть вместо М, А и вместо М, С я могу собрать сторону А, С. Собрали сторону. Дальше у нас идет сторона А, Б. Пусть А, Б останется. И также пусть останется Б, С. Вот эти стороны мы уже записали А, Б и Б, С. Теперь смотрите, у нас остается Б, М, Б, М. То есть медиану мы учитываем, оказывается, два раза. 2, Б, М. Вот. Это у нас получается 42 все это. Равно 42. Теперь обратимся к треугольнику Б, М, С. Если вы помните, Б, С у нас было 6. Вот эта вот сторона Б, С это 6. А теперь смотрите. Вот эта вот сторона Б, М. Это медиана. М, С мы знаем. Периметр получается 18. То есть Б, М плюс М, С у нас получается 18 минус 6. То есть 12. Вот эта вот сторона это 12. И теперь рассмотрим. Если это 12, вот эта вот сторона, которую мы взяли. Вот Б, М. То, что черным я выделяю, это 12 в сумме. Но М, А же равняется М, С. Значит, вот эта вот сторона тоже, М, А и Б, М тоже будет 12. Тогда на вот эту вот сторону остается 12. Получается, это 12. Это 6. И теперь вы можете сюда поставить. То есть 6 это у нас Б, С. А, С это получается 12. А у нас что просили? У нас, оказывается, просили как раз большую сторону. Ну, большая сторона это 12. Дальше даже решать не надо. То есть 12 мы уже нашли. Иногда у вас просят, допустим, найти медиану или еще что-то другое. Тогда вы должны дорешать эту задачу. То есть каким образом? 12 вы уже нашли. Б, М, М, А уже знаете. Сумма это 12 тоже будет. Тут тоже стороны знаете. Просто подставляете и дорешиваете уравнение. То есть тут все получится. То есть вот такие вот задания у вас могут попасться. Так. Итак, еще одно не менее важное упражнение. Это когда вам дают, допустим, стороны. Сторона, допустим, пусть будет 0,8. И второй отрезок 1,9. И спрашивают, к какому промежутку или какому целому числу может равняться длина третьей стороны треугольника. То есть третью сторону вы не знаете. Но вы знаете свойство то, что третья сторона меньше, чем сумма двух других. И больше, чем разность. И просто считаете. С получается меньше, чем 2,7. Но больше, чем 1,1. То есть тут просто считают. И ключевое слово тут целое. У вас спросили целое число. Значит, С может равняться 2. Ответ 2. Вот. Ну, то есть несложное задание. На этом все. Значит, задание я вам скину. Всем спасибо за просмотр. И также попрошу подписаться всех, поделиться с друзьями. Думаю, вам было полезно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok